Приветствуем вас в видеобзорах сайта EZ.com. Объектом сегодняшнего тестирования стала материнская плата MSI FM2A75MAE35. Материнская плата поставляется в компактной коробке из плотного картона, оформленной в привычной для MSI стиле, с полиграфией, выполненной преимущественно в темной гамме. В оформлении лицевой стороны особый акцент сделан на фирменной концепции EZ and Smart, а также, традиционно для MSI, имеются крупные пиктограммы OC Genie 2 и ClickBios 2. В верхней же части приведены пиктограммы, обозначающие совместимость с теми или иными программными и аппаратными продуктами. На обратной стороне упаковки более подробно описаны преимущества фирменной концепции EZ and Smart. Friendly GUI – одинаково дружественный интерфейс как для UEFI, BIOS, так и для утилиты, работающие среди Windows. One-Touch Overclocking – возможность разгона системы одним кликом. Gaming Mouse Optimized – оптимизированное распознавание спецификаций игровых мышей. Поддерживаются манипуляторы производства компаний Razer, SteelSeries, Logitech и Microsoft. Overclocked Profile Export – возможность сохранять и экспортировать профили настроек, необходимых для разгона системы. Также приведены спецификации материнской платы и схематическое изображение интерфейсной панели. Комплект поставки достаточно скромный и включает только самое необходимое – документацию, диск с драйверами и утилитами, инструкцию по установке, заглушку интерфейсной панели и два сатошлифа. К сожалению, в комплекте нет M-коннектора, который существенно облегчает подключение к плате корпусных разъемов. Материнская плата выполнена в форм-факторе Micro ATX и имеет габариты 244х228 мм. К расположению слотов расширения и большинства колодок подключения у нас не возникло никаких претензий. Но вот вследствие перпендикулярного размещения портов SATA, очень габаритный видеоадаптер может перекрыть доступ к их верхней половине. Правда, вероятность установки топовых видеокарт с трехслотовым кулером в систему на базе APU невелика, поэтому данный внедочет нельзя считать существенным. Не совсем удачным, на наш взгляд, является расположение колодок подключения COM, LPT и TPM. Они расположены между разъемом питания ATX и слотами АЗУ. Таким образом, после подключения кабеля питания, доступ к этим колодкам может быть ограничен. Поскольку материнская плата выполнена в форм-факторе MicroATX, то присутствуют некоторые компромиссные решения. Небольшое расстояние между слотом PCI-Express X16 и слотами АЗУ, что может привести к блокировке защелок разъемов оперативной памяти крупногабаритным видеоадаптером. Также разъемы для установки модулей АЗУ находятся достаточно близко к процессорному разъему. И при установленной крупногабаритной системе охлаждения процессора, модули памяти, оборудованные радиаторами, могут не поместиться. Но подобные ограничения свойственны большинству материнских плат, выполненных в форм-факторе MicroATX. Все компоненты уместились на лицевой стороне платы, так что на ее обратной стороне находится лишь усиливающая пластина, которая обеспечивает возможность установки достаточно мощных систем охлаждения. В нижней части платы расположены колодки подключения аудиоразъемов и передней панели, две колодки подключения портов USB 2.0 и 19-контактный разъем подключения двух портов USB 3.0. Всего на плате реализовано 10 портов USB 2.0, 4 внутренних и 6 на интерфейсной панели. Работа всех портов USB реализована исключительно силами чипсета. Порты SATA размещены в привычном месте. Все 6 портов имеют пропускную способность 6 Гбит в секунду и также реализованы силами чипсета AMD A75. Присутствует поддержка массива FRAID 0, 1, 10 и GBOT. Системная плата MSI-FM2 A75MAE35 оснащена всего двумя слотами DIMM для установки модулей оперативной памяти стандарта DDR3. Оперативная память может работать в двухканальном режиме. Поддерживаются модули, работающие на частотах от 1066 до 1866 МГц в номинальном режиме и до 2133 МГц в режиме разгона. Так как имеется всего два разъема для установки модулей АЗУ, максимальный объем памяти может достигать 32 Гб, чего впрочем достаточно для большинства задач. Система охлаждения материнской платы пассивная и состоит из одного алюминиевого радиатора, который отводит тепло от микросхемы AMD A75. В процессе тестирования платы температура радиаторов не превышала 42 градусов, что является не самым лучшим результатом и для стабильной работы рекомендуется обеспечить обдув внутри корпуса. Расположение сокет FM2 и опорной пластины стандартно. Питание процессора осуществляется по схеме 3 плюс 2 фазы для вычислительных ядер и дополнительных узлов. Сам преобразователь основан на шим-контроллере Inersil ESL62773. Отметим, что в цепи питания процессора используются только полимерные конденсаторы, что стало стандартом на сегодняшний день. Для питания предназначены основной 24-контактный и дополнительный 4-контактный разъемы. Возможности расширения функциональности типичны для плат, выполненных в форм-факторе MicroTX. В распоряжении пользователя имеются следующие слоты расширения. PCI-Express X16, 2 PCI-Express X1 и 1 PCI. Слоты PCI-Express соответствуют спецификации 2.0. Все разъемы могут работать одновременно, каких-либо ограничений нет. Отдельно отметим наличие разъема PCI, который пригодится владельцам устаревших карт расширения. Микросхема FinTech F71868AD управляет портами COM, LPT и PSN2, а также работой системных вентиляторов и обеспечивает слежение за температурой основных компонентов системы. Для поддержки сетевых соединений служит гигабитный LAN-контроллер Realtek RTL8111F. Звуковая подсистема, рассматривая материнской платы, основана на 8-канальном HD-аудиокодеке Realtek ALC887, который поддерживает аудиосистемы Stereo, Quadro 5.1 и 7.1. На интерфейсную панель материнской платы выведены следующие порты PSN2, VGI, DVI-D, HDMI, 2 USB 3.0, порт LAN, набор аудиопортов и 6 USB 2.0. Можно отметить хорошую функциональность интерфейсной панели, наличие большинства востребованных видеовыходов, 8 портов USB, а также 6 аудиоразъемов, что облегчит подключение многоканальных аудиосистем. К недостаткам можно отнести отсутствие цифровых аудиовыходов. В какой-то степени недостатком можно считать также отсутствие порта ESATA. Материнская плата оснащена в общей сложности тремя разъемами для подключения вентиляторов. Один из них служит для питания вентилятора системы охлаждения процессора. Два других предназначены для подключения системных вентиляторов. Один четырехконтактный и один трехконтактный. Но при этом в каждом разъеме по одной неиспользуемой ножке. Таким образом в четырехконтактном разъеме используются следующие контакты 12 вольт, заземление и датчик. На ножках, отвечающие за управление, не используются. А в трехконтактном задействованы всего две ножки 12 вольт и заземление, то есть датчик скорости не будет работать. Эти ограничения не критичны, но не позволяют эффективно управлять работой системных вентиляторов. На материнской плате MSI-FM2-A75MA-E35 используется фирменный предзагрузчик ClickBiOS 2, основанный на интерфейсе UEFI. ClickBiOS 2 имеет привлекательную графическую оболочку и дружелюбный интерфейс. Основная часть настроек, касающихся изменения частоты работы тактового генератора, CPU, встроенного графического ядра, оперативной памяти, сгруппированы в разделе Overclocking Setting. Множитель частоты памяти позволяет устанавливать частоту от 800 до 2133 МГц. При необходимости в подразделе Advanced Drum Configuration можно получить доступ к регулировкам задержек памяти. Немного ниже находятся пункты меню, позволяющие изменить напряжение питания основных компонентов системы. Помимо прочего, реализована поддержка профилей настроек. Профили можно сохранять и экспортировать на флеш-накопитель. Настройки, необходимые для разгона и оптимизации системы, сведены в следующую таблицу. В разделе Eco открывается доступ к наблюдению за напряжением на ядре процессора и напряжением на линиях питания 12, 5 и 3, 3 вольта. Следить за скоростью вращения вентиляторов, температурой процессора и чипсета можно в разделе Settings. Пожалуй, было бы намного удобнее, если бы доступ к этой информации можно было получить из раздела Мониторинга. В разделе Утилит доступны для запуска три утилиты. HDD Backup позволяет сделать резервную копию раздела жесткого диска или же восстановить из ранее сохраненного образа. Live Update позволяет обновить прошивку BIOS, загрузив ее из сети, при этом избавив пользователя от ручного поиска прошивки. M-Flash позволяет использовать флеш-накопитель для хранения и загрузки прошивки BIOS. В комплекте с материнской платой поставляется фирменная утилита Control Center. Возможности утилиты стандартны. Есть возможность производить разгон в автоматическом режиме. Помимо разгона, утилита предоставляет возможность отслеживать режимы работы вентиляторов и управлять вентилятором системы охлаждения процессора. Следуя веяниям моды, производитель предусмотрел возможность работы с утилитой с помощью устройств Apple, iPhone или iPad. Полезность такой возможности весьма спорна. Для проверки возможностей материнской платы использовалось следующее оборудование. В процессе тестирования MSI-FM2-A75MA-E35 показала производительность на уровне с конкурентами. В целом можно сделать вывод о высоком уровне исполнения платы и хорошей оптимизации BIOS. Возможности разгона тестировались при помощи процессора AMD A10-5800K с разблокированным множителем, который удалось разогнать в ручном режиме почти до 4,5 ГГц. В автоматическом режиме, с помощью комплектной утилиты, используя технологию Overclocked Genie, удалось достичь результата в 4086 МГц. Оперативную память удалось запустить на частоте 2130 МГц, не производя тонкой настройки, а просто используя XMP профиль. Предустановленный аудиокодек Realtek LC887 обеспечивает хорошее качество звука, которого будет более чем достаточно большинству пользователей. Материнская плата MSI-FM2-A75MA-E35 представляет собой сбалансированное решение формата Micro-ATX для использования совместно с новыми процессорами от AMD с интегрированной графикой. Она отлично подойдет на роль основы мультимедийного компьютера. А если установить АПУ серии А8 или А10, то можно будет даже играть почти во все игры, пусть и не всегда на максимальных настройках, сэкономив при этом на покупке дискретной видеокарты. Оценить возможности встроенного в АПУ видеоядра можно, прочитав обзоры АПУ А8-56-200K и А10-58-200K. В дальнейшем же, если производительности встроенного видеоадаптера будет недостаточно, всегда можно воспользоваться преимуществами технологии AMD Dual Graphics, добавив в систему массовый дискретный видеоадаптер. Что же касается непосредственно самой материнской платы, то в актив можно записать хорошее соотношение цена-качество. При стоимости на момент обзора около 70 долларов США, материнская плата располагает как цифровыми, так и аналоговыми видеовыходами. Шестью портами SATA 3, четырьмя портами USB 3.0, а также хоть и устарейшими, но порой необходимыми портами COM и LPT. Подсистема питания позволит стабильно работать разогнанному топовому АПУ А10-58-200K. Единственное, о чем стоит помнить, так это о необходимости обеспечить хорошую циркуляцию воздуха внутри корпуса. В итоге, материнскую плату MSI-FM2-A75MA-E35 можно смело рекомендовать экономным пользователям, желающим собрать достаточно производительный домашний компьютер без упора на игры. А сэкономленные на видеокарте деньги можно потратить на быструю оперативную память, или, например, на развитую систему накопителей SSD и HDD. С вами был Денис Бондаренко. До новых встреч в видеообзорах портала ESIKO.